Гнусик, пока ты тут с Таторами общаешься, у тебя вот там котик в твоей Гнусяне. Мурлок, ты чё там делаешь? Юйня увидит, сейчас придёт, тебе уши покусает. Кстати, спрашивают, почему не гуляет Юйня, а всё время только Гнусик. На самом деле Юйня гуляет ещё как, причём она гуляет и по кухне, и по прихожей, но она просто не гуляет вместе с Гнусём, она предпочитает тёмные углы и всякие дыры. Вот этот страшный звук скрип, это у меня рогаточка там попой своей закапывается и скрипит об дно. Чуничка, ты куда полетел маленький? Ух ты ж, ух ты ж, ёх ты ж, давай! Я тут чунички пихтовых веточек напихала, у него теперь запах свежести и хвои. Это очень полезно. Если у вас живут птички, обязательно носите им хвойные берёзовые веточки с улицы, чтобы, ну, из леса чистого, чтобы они дышали именно вот с испарениями, вот этими эфирными маслами, которые там испаряются. Это очень полезно для здоровья. Как свежие берёзовые ветки с корой, так и всякие еловые, там, можжевеловые, сосновые и прочее. Для лёгких это действительно очень полезная штука. Чу-чунь, ты куда дальше хочешь? Чу-чундри на самом деле так беспокойно себя ведёт именно из-за Мурлока. Он как-то понял, что Мурлок пришёл, то ли увидел, то ли услышит. Вот. И решил... Он не то чтобы боится, он просто... Чу-чуньк. Сова моя. Ты, сова, большая голова. Ты красивая сова. Так, про Юйню. Где Юйня, я не знаю. Сейчас мы её поищем. Ну, тут темно в этой части. А Юйня была где-то вот там. Юй! Ну, в общем, она прячется во всяких вот этих тёмных местах. Ей там нравится. Один раз я её даже нашла вот на полу вот там в контейнере у тараканов. Она просто тихо сидела и жевала там этих тараканов. А я её полчаса искала по всей квартире. Мурлочек, тебе там прекрасно. А если придёт Гнусь? Котик. Ну, в общем, вот. Гнусик, ты вообще знаешь, что тут происходит? Гнусенька. Ты не хочешь чесаться? Ну, кусаться ты хочешь. Ну, кусаться ты хочешь. Топом. Или это её няльняла? Давай-ка. Что ты там за Гнусь? Котик, который любит рисковать. Ты тоже хочешь побыть Гнусём? О! Офигеть, скажи. Вот это поворот. Мурлочек. Новый сычу в сычевальне. Чё ты там сидишь как сыч? Да. Ты видел, что у тебя дома происходит? Ну, это наша обычная утренняя тренировка, где я специально заставляю сычей летать побольше. Вот. Это необходимо вообще для здоровья сычей. И вот на самом деле они очень хорошо у меня летают, и у них очень хорошее физическое состояние. То есть, вот я Гнуся гоняю, он хоть и уже возмущается, что я его достала, но он себя как бы уставшим не чувствует. И такие полёты обязательно ежедневно для птиц, которые живут в условиях вольера. Ай. Ай. Теперь, конечно, я при Democrе, Plaka.